В ночь на воскресенье 27 сентября Азербайджан при активной военной поддержке Турции напал на Нагорный Карабах. В наше бесхребетное время таких слов не любят, поэтому сообщения о начале этой войны выглядели так, что обострилась ситуация, стороны взаимно обвиняют друг друга, то ли он, то ли он. Непонятно, но это все равно, что сказать, что 1 сентября 1939 года на германско-польской границе обострилась ситуация. Там ведь, если помните, стороны тоже взаимно обвиняли друг друга. Поэтому давайте сначала расставим точки над «и». Азербайджанская армия после татарной артподготовки, которая, кстати, предусматривала удары не только по военным объектам, но и по городам и селам, там была артподготовка по 50 городам и селам Нагорного Карабаха, перешла в тщательно подготовленное наступление по всем фронтам. Она сообщает о занятиях хребта Муравдак на границе с непризнанной республикой, семи сел в буферной зоне. Крайне эффективно применяются турецкие дроны, которые сыграли ключевую роль в разгроме турками-вагнеровцев в Сирии и Ливии. А летают F-16, которые прилетели из Турции недавно в рамках учений. И вот как вы думаете, умеют ли азербайджанские летчики управлять F-16? Все это сопровождается азербайджанско-турецкой пропагандой, которая не хуже Кремля освоила все приемы фейк-ньюс. И, естественно, Эрдоган немедленно призывает армян прекратить агрессию о телевизионных пропагандистах в бронежилетах, которые доставили аккуратно начало войны вместе с турецкими военными советниками. Хорошо, если это небывшие игиловцы, которые переброшены из Сирии. Они, естественно, рассказывают о контрнаступлении. По нынешнему времени банальность даже как-то неловко ссылаться на исторические прецеденты вроде нацистской пропаганды времен Глявица или российской времен Российско-Грузинской войны 2008 года. Поэтому, когда европейские политики, не называя агрессора по имени, вместо этого высказывают обеспокоенность, или когда Папа Римский призывает помолиться о мире, то это выглядит позорной капитуляцией перед агрессором, потому что с таким настроением войны не остановишь. Но Папа Римский бог с ним, у него войск нет, в Карабах он их все равно не пошлет, поэтому пусть продолжает бороться за палестинское государство и против глобального потепления. Другое дело Россия. У России военные базы в Армении. Без российских войск Армения, тем более на горных Карабах, не выживет. И вот когда мы после разговора Путина и премьер-министра Пашиняна узнаем, что Кремль, ну вот просто как Папа Римский, цитирую, выразил серьезную озабоченность, и вот Песков призывает, цитирую, прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, кто виноват. То очень в переводе с кремлевского на русский это значит, вот вы тут уволили пророссийского главу КГБ и показываете по своему телевизору обращение Навального, вот и получаете. Или еще проще. Реформы Саакашвили мы прекратили с помощью военного вторжения, а реформы Пашиняна мы прекратим руками турок. Проиграет войну, за ней выборы, как Саакашвили, тоже нам выискался армянский Навальный. Вот какой сейчас месседж Кремля. А в современном мире есть два агрессора, которые поднаторели в гибридных войнах. Ну то есть их больше, но вот в нашем регионе их два. Россия и Турция. Причем заметим, что Россия воюет везде, где не надо. В Донбассе, в Луганске, в Центрально-Африканской республике, в Сирии, в Ливии. Вот чего мы там потеряли. Но с Турцией, понятно, она пытается восстановить атаманскую порту, которая, кстати, в свое время, не забудем, вырезала и изгнала полтора миллиона армян. И вот теперь, когда турецкие дроны и азербайджанская армия собираются сделать со 150 тысячами армян, проживающих на горном Карабахе, ровно то, что турки сделали с полутора миллионами армян, Кремль вдруг ограничивается тем, что выражает серьезную озабоченность. Почему? Ну потому, что новый премьер Армении, Никол Пашинян, пришел в власти в 18-м году в дате бархатной революции, и в Кремле рассчитывают, что в случае военного поражения он проиграет выборы. Тут я бы хотела напомнить, что есть три крупных христианских народа, которые вплоть до прошлого века населяли территорию Турецкой Малой Азии, это армяне, греки и ассирийцы, и теперь этих народов там нет. Они вырезаны, ассимилированы или выдавлены. Каин, Каин, где твой брат Авель? И армяне, как нация, в свое время уцелели только потому, что в 1828 году небольшая часть исторической Армении после русско-персидской войны отошла Россия. Кстати, к этому времени армяне составляли всего 20% от населения этой территории, которая проживала в Ириванском и Нахичеванском ханстве. Потом последовал геноцид армян на территории Турции. Если бы Турция была наказана за этот геноцид, как Германия за геноцид евреев, то Армения сейчас простиралась бы от моря до моря. Другую часть Малой Азии занимала бы Греция, история Ближнего Востока была бы совершенно другой. Но произошло то, что произошло в России. Произошла Октябрьская революция. Геноцид сошел туркам с рук. Большевики заигрывали с нарождающимся исламизмом. Они, кстати, даже пригласили авторов геноцида почетными гостями на свой первый съезд народов Востока в Баку. Из клочка недорезанной Армении большевики выделен на горный Карабах, который, собственно, армяне называют Арцах. И в рамках политики, разделяя властвую, отдали Азербайджану. И в результате распад СССР ознаменовался резнёй армян в Баку и Сумгаити и войной за Нагорный Карабах. Тогда, кстати, за Карабах против армян воевал Басаев. И, собственно, вот эта череда спасений, предательств и интриг навсегда привязала изувеченный осколок Армении к России. Маленькая страна, в которую превратилась некогда Великая Армения, не имеющая выхода морю, окружённая со всех сторон, кроме Грузии, исламскими странами, стала Россией единственным верным союзником, потому что находилась на положении заложника. Без России Армении выжить, физически выжить, не то чтобы просвести, а вот физически выжить и не быть вырезанными, в исторической перспективе сложно, а Нагорному Карабаху вообще невозможно. Армения – естественный союзник России, в нормальной стране это было бы поводом для инвестиций, особенно крепких связей, но для кооператива озера, который правит Россия, это был повод высосать Армению досуха, ободрать как косточку и поддерживать в ней тотально коррумпированную власть. Без преувеличения всё в Армении сейчас принадлежит России. Газовая труда, труба Газпрому, железные дороги и вагоны на них принадлежат РЖД, сотовая связь принадлежит НТС и так далее. И вот президент Саркисян, при котором всё это достигло расцвета, 10 лет сидел на посту и немножко перед окончанием президентского срока, срок кончался в 2018 году, а он в 2015 году провёл референдум о том, как стать вместо президента премьером. И вот в 2018 году с Саркисяном случилось тоже Стос Лукашенко, против него поднялся весь народ, стрелять в народ Саркисян не решился, и премьером стал лидер оппозиции Никол Пушинян. И если бы меня попросили охарактеризовать Пушиняна в двух словах, я бы сказала так, это осторожный Саакашвили, или я бы сказала, это осторожный Навальный. Это очень честный человек, который многое хочет поменять, делает, однако, это с крайней медлительностью и осторожностью, во-первых, чтобы всё было по закону, во-вторых, чтобы не вызвать раздражение России. Очень хорошо понимает, что Армения полностью зависит от России, даже в части физического военного выживания. Но, тем не менее, Пушинян, как и Саакашвили, он столкнулся с очень простой проблемой. Но вот невозможно бороться с коррупцией, не сменив глав силовых ведомств. А эти главы силовых ведомств, они все принадлежат России. И вот в июне 2020 года, этого года, Пушинян отправил в отставку троих человек, это был начальник полиции, это был начальник генштаба, а главный очередной директор службы национальной безопасности местного КГБ Эдуарда Мартиросяна. Против армянской дочки РЖД завели уголовное дело, против экс-президента Роберта Кочаряна расследуют уголовное дело о стрельбе по митингу в 2008 году. Сейчас Кочарян независимый директор АФК-системы. Вот как раз перед тем, как уйти и передать власть Саркисяну, как раз АФК-система зашла в Армению, купила 80% национального мобильного оператора, стала практически сотовым монополистом, а Кочаряна после этого стал независимым директором АФК-системы. Соответственно, в итоге, что был арестован олигарх и депутат Царукян, у него есть партия, которая побраталась с единой Россией. Это такой интересный персонаж, экс-спортсмен, сидел за глупого изнасилования, потом все обвинения были сняты, а в 2004 году у Пашиняна, который еще тогда был журналистом, взорвали машину. И тогда Пашинян сказал, что это сделал Царукян. В общем, нетрудно заметить, что Азербайджан напал на Нагорный Карабах вскоре после того, как Пашинян начал чистку среди силовиков. То есть, получается, две симметричные картины на Кавказе. Михаил Саакашвили в Грузии начинал реформы. Кстати, первым делом он уволил прокремлевского главу местного КГБ, которого Путин лично просил оставить его на посту. И причем не потому, что был против Путина Саакашвили, а просто невозможно делать реформы в силовых структурах, если ими управляют коррумпированные мафиози. В результате Кремль сначала начал поддерживать непризнанную Абхазию, а потом вовсе начал войну. Саакашвили войну проиграл. В конце концов, выборами его снесли. Никол Пашинян в Армении начал реформу. В частности, сменил пророссийскую силовую верхушку. Опять же, не потому, что она пророссийская. Ровно по той причине, что невозможно засеять болото, его не осушив. Сразу после этого Азербайджан начинает войну против Нагорного Карабаха. В этой войне его открыто поддерживает Турция. Вот объяснение происходящего. Азербайджан и Турция решили, что сейчас самое время для окончательного решения Карабахского вопроса. Потому что Москва дуется на Пашиняна, обрадуется возможности проучить его руками турок, обрушить его рейтинг. Пашинянам уже действительно многие в Армении недовольны. Кто недоволен медлительностью реформ, кто, наоборот, оказался не у корыта и возбуждается недовольство от этого. Тем более, что война на Кавказе лечет внимание от Белоруссии и Навального. Что тут сказать? Помощь христианскому населению, которое живет в реальности геноцида, должна быть безусловной и мгновенной, вне зависимости от того, насколько удобный для России человек находится у власти в Армении. Только так Россия сможет сохранить остатки уважения на христианском Кавказе и сохранить влияние в регионе. Не надо воевать в Сирии, Ливии, тем более Донбассе, не надо выделять деньги Лукашенко. Но вот защищать армян от геноцида в Нагорном Карабахе это то, что Россия должна сделать. Я женщина, я не могу сказать, ведите войну. Но я могу сказать точно, помогайте Армении в той же мере, в которой Турция помогает Азербайджану. Поставки оружия, ликвидация неравенства в уровне и характере вооружения, решительное признание и осуждение агрессии, санкции, Турция собирается добывать газ в Черном море, Греция, Кипр, Евросоюз против. Мы до сих пор держались нейтралитета. Но в конце концов, даже и добровольцы, благо у нас, мы выработали эту историю с их там нетами, с Бук купили в ближайшем военторге, но хоть раз этот черная кошка может пробежать по белому. А никто, к троме самих армян, не выиграет эту схватку. Но не помочь армянам, стране России, которая ввязывается в массу ненужных и смешных войн, будет исторической ошибкой. И, допустим, хорошо, вот Пашинян, ужасный человек, негодяй этот, борется с коррупцией и бросает тем сам вызов своим существованиям Кремлю. И, допустим, это может показаться в Кремле очень крутой комбинацией, сковырнуть армянского премьера с помощью турок. Но я скажу, что Сталину в свое время тоже показалось очень круто стоять и ждать, пока нацисты расправляются с варшавским восстанием. Но надо понять, что армяне нам в этой истории в ближайшие тысячу лет не забудут, как полики не забыли нам варшавского восстания. И если Кремль не вступится за армян, он своими руками доломает остатки той самой Российской империи, которую он так хочет восстановить. Вот России не удастся в этой истории остаться над схваткой. Представление Кремля о том, что они тут будут разводить Армению и Азербайджан, оно в принципе стратегически устарело. Потому что на стороне Азербайджана играет Турция. И это означает, что либо мы в том или ином виде гибридном или нет воюем против Турции, либо Турция забирает некоторые куски бывшей советской империи и продать Армению за газопровод «Голубой поток», который все равно будет не построен с османским султаном, это безумно глупо. Всего лучшего! С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на YouTube-канал Латынина ТВ, шерить и ставить лайки. И помолимся в эти дни за Армению.